Моцарт, Бах, Бетховен и Майкл Джексон на одной сцене в Чебоксарах. Народный артист России Дмитрий Маликов привез в наш город необычный спектакль «Перевернуть игру», где главными героями стали великие композиторы, а он сам сыграл роль чародея и волшебника. С этой постановкой, которую Дмитрий Маликов называет образовательно-развлекательной, он объездил полстраны. В Чебоксарах артисты переворачивали игру в 38-й раз. В фойе театра оперы и балета классическая музыка начала звучать задолго до начала спектакля. Все желающие могли не только послушать звучание скрипки, но и подержать в руках редкие музыкальные инструменты. В Чебоксарах Дмитрий Маликов и его команда спектакль «Перевернуть игру» играли два раза. На первый благотворительный показ пригласили детей из детских домов и школ-интернатов. Сейчас здесь появится открытие клубной музыки этого года. Замечательная, неотразимая диджей-звезда! Поприветствуем аплодисментами! Привет, Чебоксары! Диджей-звезда – девочка-подросток, которой, как и многие современные дети, живут синтепопом, дабстепом, рэпом и не имеют никакого представления о классических музыкальных произведениях. Композитор Дмитрий Маликов на простом и доступном языке, легко и непринужденно, рассказывает ей и всем присутствующим в зале всю историю мировой музыки. Вы кто такой, дяденька? И что вы здесь делаете? У нас сегодня клубная вечеринка! Вечеринка! Дяденьку зовут Дмитрий Маликов. Идея рождалась трудно, но очень хотела, чтобы найти какой-то язык, чтобы поговорить с молодежью о серьезных, важных вещах, связанных в первую очередь с классической музыкой. Спор двух поколений о том, что важнее – жить на позитивчике или уметь получать истинное удовольствие от музыки, помогают разрешить великие композиторы и музыканты – Бах, Бетховен, Моцарт, Шостакович и даже Майкл Джексон. Персонажей, которые появляются на сцене, Дмитрий Маликов выбирал с особенной тщательностью. Каждый композитор несет определенный месседж. Моцарт, Вундеркин в детстве, потом забытый, трудная судьба. Бетховен физический недуг. Бах, работа в столб. Майкл Джексон, его любили миллионы, но он был тотально одинок. Шостакович, премьера «Седьмой симфонии». То есть каждый композитор, он несет какую-то функцию. Но плюс я просто выбирал самые популярные, самые лучшие, самые знаменитые произведения. Над проектом работала целая команда. Именитые режиссеры, художники. А некоторые сцены придумала супруга Дмитрия – Елена Маликова. Жена Лены, она на самом деле очень много вложила сил, души в этот спектакль, в том числе в сценарий. Она вот, например, полностью написала монолог Галины Вишневской, придумала этот образ. Именно эти сцены с Галиной Вишневской вызвали у зрителей слезы. Это было, правда, удивительное и замечательное зрелище. Это вот удивительное ощущение. Это ощущение, когда вот внутри что-то раскрывается, когда каждая клетка твоего тела просто трепещет от восторга. Наверное, правда, это были слезы радости. Лучшим доказательством того, что чебоксарский зритель, как и диджей-звезда, сумела услышать красоту в звуке, научилась понимать великих композиторов, стали долгие и продолжительные аплодисменты. И все поверили, что музыка не имеет возраста, а классические композиции могут быть интересны. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика.